Всем огромный привет, мои дорогие зрители! С наступающим вас Новым Годом! Я продолжаю снимать и выкладывать для вас мои новогодние рецепты. Сегодня я вам покажу, какое же будет горячее блюдо у меня на новогоднем столе, а также будет к нему гарнир и просто безумно вкусный нежный десерт. Кому интересно, обязательно продолжайте смотреть мое видео. Сегодня я взяла вот такие кусочки мяса, а именно это мясо бедра курицы. Вы можете брать любое мясо. Я пробовала готовить и свинину, и грудку. Таким образом получается тоже очень вкусно. Кусочки мяса я вот таким образом немного надрезала там, где кусочки более толстые, чтобы они равномерно прожарились. Именно вот эта часть курицы, она самая сочная и в принципе она быстро готовится. Поэтому я решила взять именно вот такие кусочки. И еще для моего блюда понадобится кусочек сыра, примерно 200 грамм, грибы 300 грамм, лук и морковь. Ну что, мои дорогие, давайте готовить. Кусочки мяса я немного присолю и поперчу. А вы можете еще добавить свои любимые приправы, например, какие-нибудь травы, которые вам нравятся. Это не возбраняется. Половину порции лука нарежу мелко, квадратиком. Налью в сковороду небольшое количество масла подсолнечного. Разогрею. Буду обжаривать лук до золотистого цвета. Пока обжаривается лук, нарежу шампиньоны тоже квадратиком. В обжаренный лук добавляю грибы. Грибы подсаливаю по вкусу и обжариваю уже вместе с луком, до полной готовности, не накрывая крышкой, пока не выпарится вся влага. Вторую порцию лука нарежу тонко полукольцами. Всю морковь натру на крупной терке. Грибы готовы. Я выкладываю их в отдельную емкость. Пусть немного остынут. В эту же сковороду наливаю еще немного подсолнечного масла. Разогреваю и обжариваю вторую порцию лука. Обжариваю до золотистого цвета. Уже в обжаренный лук добавляю натертую морковь. Наливаю немного воды, буквально миллилитров 20. Хорошо перемешиваю. Накрываю сковороду крышкой и даю потомиться минуточек 5, пока вся влага не выпарится и морковь не приготовится до полуготовности. Морковь приготовилась. Она такая полуготовая. Все, выключаю огонь и даю немного остыть. Итак, я подготовила все ингредиенты для моего горячего блюда. Осталось только за малым. Выкладываю грибы на кусочек мяса тонким слоем. Выкладываю примерно по 1-2 столовые ложки грибов на каждый кусочек мяса. А поверх грибов буду выкладывать пассерованную морковь. Тоже примерно уйдет по 2 столовые ложки моркови. Ну вот и все, мои дорогие. Осталось только посыпать тертым сыром. Я сыр натерла на мелкой терке. Вот таким образом посыпаю все кусочки. Ну вот и все. Теперь я отправляю противень в духовку, которую я разогрела до 180 градусов. Горячее блюдо готово. Мясо стояло в духовке ровно 50 минут. Как видите, оно полностью приготовилось. Сейчас я вам покажу, как же оно выглядит внутри. Вот таким образом блюдо выглядит в разрезе. Как видите, полностью все приготовилось. Оно сочное и безумно вкусное. Сейчас попробую кусочек мяса. Это очень вкусно, мои дорогие. Вкусно и сочно. Обязательно попробуйте, приготовьте по этому рецепту. А сейчас я вам покажу, какой же я приготовлю гарнир на новогодний стол. Я начистила картофель, хорошо его промыла и разделю картофель на 4 части. Старалась выбирать клубни среднего размера. Картофель присаливаю по вкусу. Добавляю подсолнечное масло. Также выдавлю 2 зубчика чеснока. Добавляю черный молотый перец по вкусу. И немного красной паприки. У меня копченая. Все хорошо перемешиваю. Выкладываю картофель на противень. Распределяю, чтобы они лежали как бы спинкой вниз. Вот таким образом. Вы можете постелить на противень фольгу или пекарскую бумагу. Ну вот, примерно вот таким образом. Отправляю противень в духовку, разогретый до 200 градусов, примерно на 60 минут. Ну вот и все, мои дорогие. Гарнир для моего горячего блюда готов. Картошка полностью приготовилась. Она хрустящая, а внутри очень нежная. Обязательно попробуйте, приготовьте. А сейчас я вам покажу, какой же я потрясающий десерт приготовлю на свой новогодний стол. Итак, мои дорогие, я сначала приготовлю сметанный заварной крем. Он очень вкусный и безумно нежный. В кастрюлю с толстым дном я разбиваю 3 яйца. Сюда же добавляю 10 столовых ложек сахара. Сюда же насыпаю 1 столовую ложку ванильного сахара. Вы можете добавить просто ванилин. И начинаю хорошенько все перетирать. Яйца вместе с сахаром. Сюда же добавляю 3 столовые ложечки с горочкой обычной белой муки. И тоже все хорошо перемешиваю до однородной массы. В кастрюлю добавляю сметану 500 грамм. Вы можете взять сметану любой жирности. Можно 20-ти процентной, можно 15-ти процентной. Все хорошо перемешиваю. Ставлю кастрюлю с будущим кремом на огонь. Сначала на средний огонь нагреваю. А когда крем нагреется, я убавлю огонь и буду варить крем на медленном огне. Возьму вот такую силиконовую лопаточку, чтобы мне было удобнее. Кастрюля должна быть с толстым дном. Это обязательно условие, мои дорогие, чтобы крем не пригорал. И нужно, конечно же, все время следить за кремом и вот так вот его помешивать. Нужно не упустить тот момент, когда надо убавить огонь. Через пару минут я уже убавила огонь. И продолжаю помешивать крем. Прямо на глазах крем густеет. И когда пойдут такие бульки густые, то его можно будет уже выключить. Ну вот и все, мои дорогие. Видите, бульки? Все, я выключаю огонь и оставляю крем остужаться до комнатной температуры. Я не буду ничем накрывать кастрюлю, просто время от времени буду вот таким образом все хорошо перемешивать, чтобы поверх крема не образовывалась пленка. И он у меня будет остывать до комнатной температуры. Вместо обычных классических коржей я сегодня буду использовать вот такое печенье. Нужно печенье измельчить. Я сегодня взяла вот такое печенье. Оно, как видите, очень рассыпчатое. Лучше брать рассыпчатое печенье. Это печенье называется деревенское кофе. Ну вот и все, мои дорогие. Через пару минут основа для коржей готова. В емкость с измельченным печеньем я буду постепенно вливать сливочное масло. Я его растопила в микроволновой печи. Наливаю сначала половину порции. И начинаю хорошо вымешивать. Вы, мои дорогие, берите печенье для коржей, которое вам нравится, но оно должно быть такое рассыпчатое. Итак, проверяю. Печенье должно держать форму. В принципе, уже хорошо держит форму, видите? Но я еще немного добавлю масла сливочного. Прям чуть-чуть. И опять хорошо перемешаю. Вот теперь я довольна консистенцией теста. Ну что, мои дорогие, я уже начала собирать тортик. Я взяла вот такую разъемную форму. Она у меня 24 сантиметра в диаметре. Сейчас я вниз выложу печенье. Это будет основной корж нижний. Я вот так вот выкладываю печенье. И немного придавливаю. И обязательно нужно будет сделать бортики. Ну вот и все. И бортики готовы. Вот так вот хорошенько все это придавливаю. И бортики тоже придавливаю, чтобы они крепко держались. Ну все, основной корж у меня готов. Я отправляю вот эту вот заготовочку в холодильник. Пока застывает корж в холодильнике, я доделаю заварной крем. Заварная основа для крема уже остыла. Она комнатной температуры. И я сюда добавляю размягченное сливочное масло. Буду взбивать крем вместе с маслом до воздушной консистенции. Своим вот таким вот стареньким миксером. Всего за пару минут получается вот такой вот воздушный, очень вкусный, нежный крем. Достаю заготовку из холодильника. В форму выкладываю весь крем. Разравниваю весь крем по форме. После того, как я крем разровняла, посыпаю оставшимся тестом. Вернее, оставшейся крошкой. Для верхнего слоя нужно оставить 1 треть примерно крошки из печенья. Этого будет достаточно. Затем я вот таким образом прижимаю крошку, не сильно. И торт будет готов. По вашему желанию, можно украсить поверхность тортика. Но я думаю, что это не главное. Главное это вкус. Торт готов. Я его отправляю в холодильник примерно на 3-4 часа. Не меньше. Ну что, мои дорогие, прошло 3,5 часа. Я думаю, что тортик уже хорошенечко остыл. И я его сейчас достану из формы. Аккуратненько достаю. Давайте я разрежу тортик. Он безумно нежный. Он такой нежный. Можно было бы еще подержать часик в холодильнике. Но вы знаете, я не выдержала. Это просто божественный вкус, мои дорогие. Текстура, вкус крема выше всяких похвал. Обязательно попробуйте, приготовьте. Я думаю, что вам очень понравится. Это очень вкусный торт. Вы можете украсить его по своему желанию. Можете украсить в новогодних мотивах. Я думаю, что такой торт украсит любое застолье. И подойдет, особенно хорошо подойдет к новогоднему столу. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok